Ну что, друзья, буквально через пару секунд начнется бой, и мы ждем секретный символ от Нурбека. Интересно, что это будет в этот раз. Нет, все это же самое. Милый сердечек. Ну тут хотя бы девушки, девушки, которые прибавляют, прибавляют от боя к бою. Девушки, которые не стесняются обучаться. Съездил уже и Дельшота в Таиланд. Я думаю, следующая точка для него это может быть Дар Университет. Дар Университет – это прекрасная возможность, это возможность работать в IT не только. Так что поступайте, и за несколько месяцев вы можете освоить новую для себя профессию. Вас требуют на коем-то на рынке. Университет четвертого поколения, и всем бойцам мы прям желаем там поучиться, потому что бои – это не навсегда, а знания – это навсегда. Да, и многие бойцы, кстати говоря, последовали этому совету. Да, это практически вся команда Дар Тим. Сегодня будет из этой команды драться как минимум один человек. Мы попозже про него расскажем вам поподробнее. А сейчас смотрим бой Умаровой и Курманбековой. И вот жесткий лоу-кик от Дельшоты. Дельшота очень хорошо бьет ногами. Это база карате и кикбоксинга. Она, конечно, первым номером сейчас работает. Мне кажется, что немножко прям давит она авторитетом Бактыгуль. В последнем бою она уступила, уступила решение инсуги Аян Торсен и Курманбековой. Мне казалось, что начало будет такое эмоциональное, опять же, попытка как-то быстро подобраться к сопернице, но нет, совсем. Первая минута. Слушай, уже несколько таких плотных лоу-киков. И я вот сейчас смотрю, мне кажется, даже есть уже некоторые покраснения на ноге Курманбековой. Плотные лоу-кики в каждые Умарова вкладываются. Ногами работает она отлично. И как раз таки над этим, как мы и говорили, работает сейчас уже логерем Тайгер Май Тай. Вновь внутренне. Но сейчас попыталась Курманбековой ее подловить на оверхэнде. Не получилось, но при этом хотя бы огрызнулась, потому что нельзя столько уже пропускать по ноге. Это в итоге может ко второму, к третьему раунду вылиться в то, что она просто не сможет уже на ноге стоять. И, собственно, придется там бой останавливать. Ну, фаикует много движений у Умаровой. Постоянно в этом случае отвлекает внимание скорее на руках и постоянно выбрасывает ноги. Как и в этом случае, тут же Курманбекова как раз таки... Пытался взыркалить, но да, не получилось, потому что Умарова уже свою дистанцию чувствует. Наносит... О-о-о! Хороший хай-кик! Вот она чего готовила. Видишь, сколько она раз попала лоу-киком и уже на удар ногой не смогла реагировать правильно Курманбекова. Думала, что ударит она лоу-кик, а ударила на хай-кик, причем жесткий. Да, есть возможность для того, чтобы как-то разорвать дистанцию, ворваться на близкую. Но вместо этого получил хай-кик. Умарова, опять же, берет за счет опыта. Причем на дистанции она чувствует себя куда комфортнее, нежели ее оппонент. Да, очень хорошие у нее лоу-кики. Вижу, что уже, кстати, тяжелее наступает на ногу Курманбекова. Но сейчас пыталась разрядиться она такой серией, но все в молоко попало. Вот еще один, да. Уже классический лоу-кик от Дельшода и Мара. Не хватает немножко, знаешь, статистики в прямом эфире на экране, потому что мне кажется, что около 10 лоу-киков точно попало у Дельшода в цель. Ну и второй хай-кик, опять же, теперь уже. Дельшода пытается как-то зарядиться Курманбекова. Но слишком, как раз, Курманбекова. Ага, вот так вот. Вот она и заряжается сама, в конце концов, рвет, рвет, пытается вырваться на близкую дистанцию. Может быть, на руках что-то и получится. Пока что в защиту попадает, но хотя бы она уже поняла, что нужно рисковать, потому что, ну, пропускать лоу-кики постоянно в одно и то же место. И мы сейчас уже точно видим, что там прям серьезное покраснение есть. Ну, после боя с участием Кастро, наверное, можно какие-то выводы сделать. Если уж смотрела Бактыгуль, то должна осознавать. Бактыгуль уже прихрамывает немножко. Вот Дельшода стал подключать руки. Мы помним, что она знает о ловушках. То есть она к чему-то тоже подводит. Вот уже прям выбивает. Серьезное покраснение, посмотри сейчас. Да, уже я вижу, что Бактыгуль хочет прям поменять стойку, мне кажется. Передняя нога отбита определенно. У Курманбековой продолжает Дельшода. Он просто гнет свою арену. Да, какие сочные удары. Прям звук на всю арену слышен. Ну, очень грамотно при этом действие Дельшода. Да, причем, да, уже мне даже немножко больно смотреть на ногу Бактыгуль. И опять Дельшода первым номером работать. В какой-то момент Долана поработать. И вот сейчас в попытках борьбы, я думаю, что это то, в чем Бактыгуль, да. Есть возможность, да. Зад закричал, пытается свипануть сейчас Умарова. Но оказывается, не в самой лучшей позиции на самом деле для себя. Хотя, с другой стороны, удар пока не накидывает Бактыгуль. Всего 40 секунд. При этом все. Дельшода пытается выбраться и даже... Да, вяжет руку. Правым просто наоборот блокирует. По сути, 30 секунд, да. Приезжает 30 секунд, это будет хорошая для нее история. И раунд она забрала. Ничего такого качечного. В принципе, если она сейчас не выпустит Курманбеку, то не должно случиться. Только коленями остается бить до киргизской спортсменки, что она и делает. Правая рука тоже заблокирована. Левая, в принципе, пытается и захватить Дельшода. Но там есть определенный простор для действий, для мыслей. Курманбеку выбирается. Да, Умарова выбирается, встает и накидывает. Ой, сразу же 4 хороших тяжелых удара. Я думаю, знаешь, сейчас... Сейчас Дельшода поняла, что ее тема это все-таки ударка. А вот Бактыгуль должна понять, что нужно приводить все в борьбу. Я думаю, что у нас сейчас будет какое-то классическое противостояние борца и ударника, потому что нога Бактыгуль выглядит немножко уже грустно. Мне реально больно смотреть не только на девушек, но на девушек в первую очередь, на отбитые ноги. Потому что был у меня тоже случай один. Мне вот ногу отбили на тренировке. Нокаут отправили. Болевой. Это очень больно, когда бьют на ноге, на самом деле. Ну, это все прочувствовал сейчас Бактыгуль. На стартауне еще Дельшода так демонстративно выйдет. Убрала стойку, ну и так на вытянутой руке держала Кыргызстан. И уже в этот момент Бактыгуль пыталась прорваться к ней, к Дельшоде. Не удалось и на стартауне, и пока не удалось и в первом раунде. Боя в рамках, наверное, за 51. И здесь Валмата второй раунд, вторая пятиминутка. Да, и в первом раунде мы рассказывали про Дар Юниверсити. Отслались к бойцовскому IQ. И вот, кстати, один из показателей бойцовского IQ. Как ты можешь изменить свой рисунок боя во время перерыва между раундами. Вот сейчас мы посмотрим, что может сделать Бактыгуль. Потому что, ну, определенно, ударка идет не очень хорошо. Нужна в том числе и сила, друзья. Сила, которая просит, горе. Горилла, энергия, сила для твоего главного боя, друзья. Главное боя на данный момент, ну, это же карьера для Малекова. Попыта пройти в ноги. Что же, Шо Тимаро? Слева, это хвести ноги. На выходе еще успевает зарядить. Слева попадает до автайских клинч. Но видно, что, конечно, Бактыгуль идет на все деньги. То есть, да, она рубится, она готова, мне кажется, и упасть в нокаут, и отправить в нокаут. Она знает, что, действительно, просто, не знаю, открывать свой номер здесь смысла нет. Она дерется часто, дерется агрессивно. И она молодая, в принципе, думаю, что у нее и будущее есть. Но вот смотришь сейчас на ногу, смотри, есть прямо уже, вон, видно, отеки. Прям уже синяки видны. И, кстати, пока еще у Мары, помню, одного Леу Кика во втором раунде не выкинула. Интересно, почему. Кстати, меняет стойки, а на что случилось? Что-то случилось? Спадает шорт, такое ощущение. Да, пока мы не очень понимаем, что случилось. Какая-то техническая остановка. Надеюсь, что никакой травмы нет. Да, никакой травмы нет. Да, спадают шорты, видимо, не совсем тот размер. Дали. Почему только сейчас, я так понимаю, Мактыгуль? Это тоже вопрос. Да, бывают такие заминки. Но, с другой стороны, для нас, для зрителей, это возможность пообщаться. Но, на самом деле, знаешь, для бойцов шучу. Тяжелая двойка. А от Умаровой те самые лоу-кики, которые... И хай-кик тоже. Хорошая серия. Да, двойка после хай-кика. Вот такие скрипты, да? У Хармамбековой только она видит вылетающую ногу. Тут же пытается как-то влететь. Пытается выводить двоечку. Что-то подобное. Получается по-разному. Но очередует. Умарова уже буквально в правую. Видит класс. Видит класс ударки. Высокий класс. Действительно. Ударки Дельшода. Ногами прям машет. Будь здоров. Пытается подловить тоже на какую-то обманку Дельшода ее. И, конечно, академично она разбивает свою соперницу. И вот то, о чем мы говорили, что у Хармамбековой есть шанс. Вот этот вот размер. Он, конечно, остается. Но, в любом случае, с каждой минутой бой он сносится все меньше. Хотя сейчас по разу она хорошо цепанула Умарова. Ну, на дистанции держит сейчас Умарова свою оппонентку. И не дает возможности даже как-то пройти в ноги. Пытается попитаться, перевести все в партер. Ну, все вот так пока складывается. И здесь чувствуется превосходство Умарова. Первый раунд определенный. Уходит ее копилку. И такой бэквист по воздуху. Ничем не прикрытый. И в ответ от Хармамбековой был оверхенд. Хотя он попал в защиту. Хотя вот сейчас хорошо цепануло. Есть что-то в загашнике у Бахтыгуль Курманбековой. Ну, вот силушки это точно не занимает. Да, да. Я скажу точно. Не знаю по поводу силы, но дух у нее есть. Вот многим там бойцам мужского пола не хватает духа. А вот у Курманбековой прям с этим все в порядке. Действительно идет до последнего. Сдаваться она не хочет. Ну, такая улыбка у Дюльшода Умаровой. Такое ощущение, что она понимает. Все. Пока по ее сценарию определенным проходит. Ну, по крайней мере, по сценарию, который ей выгоден. Опять жестко. Да. А, еще разочек. Ой, бедная нога. Бахтыгуль уже скоро в одной позиции будет оставаться. Так и есть. В принципе, она практически в центре. Находится Умара вокруг нее скорее. Есть подозрение, что, наверное, тренер ей сказал что-то вроде «Сожми просто сильно зубами капу и рубись». Забудь о ноге. Просто рубись. Зацепишь. Вот и пыталась выцепить ногу. Манекова. И немножко она забыла о том, что у нее получилось в первом раунде. Это борьба. Сейчас попыток даже никаких нет. Может быть, действительно, потому что еще и на ногу не так. Ой, вот опять же. И даже, скорее, знаешь, подломилась нога уже вот здесь. Не то, чтобы был остановлен проход с пролом, а просто уже подломилась нога. Ну, ты на опыт чувствуется. 33 года все-таки у Дюльшода Умаровой. Ой, ты пропустил. Какая вертушка-то хорошая была. От Дюльшода Умаровой. Правда, не в цель. Если бы попала, я думаю, что, может быть, этот бой бы уже и закончился. И еще один лоу-кик. И вот просто падает Курманбекова. Вот, да. Ну, оп, успевает. Буквально перебросит. Да, хороший бой. Это был запрещенный удар. Так делать действительно нельзя. Три точки было на конвасе. И был удар коленом. Но бой продолжается. И, видимо, да. Курманбекова прям недовольна. Недовольна тем, что случилось. И я ее поддерживаю. Еще один размашистый удар. Курманбекова. Что-то есть, скорее. И вот еще один лоу-кик. Нога уже прям не слушается. Буквыгуль. В этот раз удар по корпусу. Тяжелый, конечно, для нее бой. Думаю, что следующий бой не стоит брать через два месяца. Нужно отдохнуть. И, наверное, как все-таки восстановиться. Хороший раунд. Много было интересных моментов. Первый раунд тоже, кстати, был неплохой. Да. Ну, вот мы видим сейчас тоже, опять же, показывают кухонным планом. Ну, это правда. Существенные отеки. Я не думаю, что Буквыгуль согласится, чтобы бросили полотенца. Назначу. Да, не знаю. Возможно, стоит подумать ее угловым о том, что здоровье молодого спортсмена тоже важное. Существенные отеки. Ну, и в борьбе, честно признаться, как-то не такие большие перспективы Буквыгуль, просматриваются. Хотя при этом... Да, в первом раунде был хороший перевод. Ну, дальше все завершилось. Да, сейчас уже Дельшода почувствовала дистанцию. Работает, да, с этими лоу-киками. Они, конечно, определяющие в этом бою. Лучше такое грозное оружие. Да, в целом, вновь. То есть, и хайки кидает, и залетали, и... Красно, не гуртучно. Но пока по Волгу. Вот, да, хороший был бросок. То, что понравилось мне у Буквыгуль. У нас начинается третий раунд, заключительный раунд. Я думаю, что шанс у Буквыгуль еще есть. И вот видно, даже сейчас по ее взгляду, она драться хочет. Но если мы смотрим на какую-то эмоматику, конечно, шансов мало. Но круто, что у нее там духа вагон. Да, вот в этом аспекте у нее определенные есть даже, наверное, преимущества перед многими другими бойцами. Курманбекова не боится вообще своей оппонентки. Хотя два раунда первых теперь уже, наверное, в полный мир, можно сказать, у Марова забирает преимущество за ней. И это определяющий момент для Курманбековой. Хотя... Такой неплохой размен. Сейчас Буквыгуль тоже попала. Ну и вот, знаешь, мне кажется, что из-за того, что не можно полностью на ногу опираться, уже нет тоннажа того удара, который может там... Тут сразу попытка... О-о-о! Вот это ведро! Хороший бросок. Прям очень хороший. У нее какая-то дюдошная что ли база. Потому что в первом раунде интересный был перевод. второму в третьем вот сейчас дельшо думарова пытается завязать свою оппонентку и перевернуться чтобы встать пока сама не знаешь что делать перевела она отлично а вот что делать в портре пока нет понимания улучшает позицию пытается лучше сейчас может быть обратный треугольник стать не может забыть просто нужно вкладываться три с половиной минуты вопрос в том насколько сил осталось у дельшоды и насколько сил осталось у пока ты потому что она сдаваться не хочет а вот дельшода если просто будет сейчас вязать не попытается встать то и серьезные проблемы до драматичный бой вот это я и люблю вам и это драма выбираем так как а да выбирается хорошо и блокирует сразу ногу нашла на свое время пришла в тап гард сейчас будет видимо постепенно пытаться выползать и вот попытка свипа не получился и опять она дала маунтиплой фурмобег она понимает этот момент выпускать нельзя там наш ударов и сейчас она уже в бэк маунти за спиной но и отсюда можно наносить удары хотя очень легко может дельшода умарова сбросить оппонентку это она уже демонстрировала и не раз ну как мы видим она пытается сначала улучшить позицию что правильно то есть она помнит о том что неправильное какое-то движение ты потеряешь свою позицию молодец не было ощущение что она пытается перевести дать дыхание где-то вот прям залеживала оппонентку и дельшода в этот момент подобрала нашла его но теперь видимо сбросит оппонентку вот попытка выйти на руку дельшода сверху оказывается теперь она уже находится в гарде сверху и все да руку дельшода отпустила и жесткие локти пошли от дельшоды женских боях не так часто мы их видим но видно что да каштайская база и сбор их тагерной той они не пошли пошли наоборот на пользу не зря были ну чтож дельшода спаслась из прям тяжелой ситуации и теперь взяла инициативу в свои руки в свои локти если можно было какой-то момент говорит что третий раунд забыкать гуль то конечно сейчас уже дельшода я думаю что его начинает забирать полминуты в такой позиции побудет и судьи на детских записках ей тоже отдадут третий раунд не допустить какую-то ошибку в этом случае не отдать руку наверно это надежно может быть в остальном пока конечно третий раунд может мара забрать локти дельшоды злые логики локти не очень злые я говорю еще раз респект ай ой 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 респект бакты гуль блин она такие удары такие уже даже вот у нее видно под глазом гематома большая вот сейчас начинает разбивать ноги дельшода не просто виде кумарова куда нужно бить буквально вот эта цель обрисована сейчас я так понимаю что там молодец бутылами голая она просто идет в ноги берите пример ребята реально до последнего она свой шанс видит это последнего наборится до последнего дерется всем бойцам мм и этого и желаю никогда не сдавайтесь но то есть даже при том что она скорее всего проиграет сегодня она точно завоевывать вот эти симпатии со стороны матчмейкеров зрителей и достойных аплодисментов бактыкул курманбекова чистое размаха не зря рэкри сердечко вначале показал остается в наших сердечках реально воин воин да киргизский бой замечательный бой батаркес как говорится да вот победа есть поведение диншода умаровой честно мне я думаю смешно согласен другого сценария представить сложно другой сценарий вот маловероятен диншода умарова для нее это может быть уже четвертая победа в карьере при двух поражениях что случились ранее самое первое поражение в мае хардкор от оппонентки Таиланда после этого было поражение от Валерии Карыгиной на Найза 40 и это уже четвертый бой для нее здесь так что чувствует себя в ходу маро крайне-крайне хорошо было кстати говоря поражение решением судей Валерии Карыги сегодня она показала себе как максимально опытный боец как боец который умеет держать удар хотя бы не такой серьезный урон наверное Игорь Тигурию про мальку нанесла а вот ее то мы можем точно похвалить за дух за стреление за вот этот держак сумасшедший просто напрасно удары были серьезные и с локтей и лоу-кики болезненные и даже хайки залетали Третье поражение но сейчас мы узнаем решение судей мой коллега уже отправился в клетку Михаил Краймер для того чтобы взять интерьер у победительницы этого боя да посмотрите на эту гематому огромную шишку буквально под глазом образовалась вот и после боя давайте посмотрим если есть возможность спасибо раскручивать боя и она свою умеет точно так ты говорю но только нужно прибавлять конечно во многих аспектах чтобы не занимать решение судей получено прямо сейчас друзья третий третий бой 1-й туреша 29-28 Курманбек 2-й туреша 27-30 Умарова 3-й туреша 29-28 туреша 2-я туреша 30-ть 3-е туреша 30-ти 31-ти 30-ти это очень интересно сейчас судей засчитали по поведу 2 раунда собирает дирекистая спортсменка то есть кто не почитали последние вопросы миша послушаем уеха я думаю что многие бойцы-мужчины и позавидовали бы твоему сегодняшнему выступлению. Расскажи, какие сейчас у тебя ощущения? Ощущения очень классные. Кстати, Казахстан, Крылстан. Саламу алейкум. Спасибо. Поддержку. Казахстан, Крылстан, они очень поддерживали меня. Благодарю. Я хочу благодарить своего тренера, Эмин Токтогону. Спасибо. И моя секунданка, Анеля Токтогонова. Спасибо вам, подружка моя. И спасибо, Залда Лара, кто со мной работал. Всем большое спасибо. Крылстан, все-таки откуда столько духа у такой миниатюрной девушки милой? Ну, от Агая, от тренера, от зала. Что для тебя дальше? Два боя за два месяца ты провела. Сейчас такая яркая победа над Дельшодой Умаровой. Это топовый боец Лиги Найза. Что для тебя дальше? Я хочу дальше драться за пояс. У кого пояс? Я в любое время готова драться. Только позвоните и покажите свой чек. И я в любом месте готова драться. Поздравляю тебя с победой. Отличное выступление. Спасибо. Пойдемте. Спасибо. Не буду предаваться какой-то серьезной экспертизе, но это достаточно удивительная победа в этом случае. Держак, конечно, огромный фонарш удар от Дельшодой Умарова. Я думаю, мы сейчас поговорим. Во-первых, спасибо всем, кто пришел сегодня меня поддержать. У меня большая группа поддержки здесь, в Казахстане. Сегодня, честно, я не совсем поняла, что в конце решения отдали мои соперницы. Со всем своим уважением к судьям. Но мне кажется, просто очевидно, если посмотреть на ее лицо и тело, ее ногу, то явный ущерб нанесла в бою я. Я очень люблю Казахстан, я очень люблю Найзе, но сегодня еще раз просто ухожу с октагона немножко с вопросом в голове. Но ничего страшного. Я с большим уважением отношусь к каждому человеку, который организует этот турнир. К каждому спортсмену, каждый из нас проходит очень большой подготовительный период. И выход в октагон для нас праздник. Поэтому в любом случае я хочу с позитивом закончить сегодняшнюю речь. И сказать спасибо всем, кто болел за меня и кайфовал, наслаждался сегодняшним боем. Ось! Действительно, бой действительно получился отличным. Но есть еще один вопрос. Я не знаю, слышал ты или нет, но сейчас кто-то из зала выкрикнул слово «реванш». Может быть, стоит повторить? Какой реванш, ребята? Какой реванш? Я выиграла этот бой. Действительно, вот ребята кричат. И я считаю, что я выиграла. Здесь даже сомнений нет. И для меня нет никакого интереса делать реванш с ребятами, у которых, извините, но не буду даже говорить. Просто у меня уровень намного выше. И я бы хотела соревноваться со спортсменами тоже такого уровня. С кем было бы действительно интересно смотреть. Реванш за реваншем. Еще куча спортсменов на этой планете. Куча девчонок и парней. Поэтому все еще впереди куча разных оппонентов. Нет никакой необходимости возвращаться назад. Надо только смотреть вперед. Ось! Друзья, давайте поделим Гиншоду и Бактыгуль. Отличный бой. Редко такое увидим в мужских боях. Один из судей показал 30-27 в пользу Умаровой. Остальные двое, 29-28 в пользу Бактыгуль. Курманбек. Таким образом победу одерживает именно спортсмен из Казахстана. Умарова это второе поражение при двух победах в Найза. Но очень достойное выступление в целом. Опять же, она демонстрировала высочайший уровень подготовки. И ай-кью, бойцовского ай-кью. Грамотно проявление на Найза Сириде. Три раунда, бой и... Все же достаточно спорное решение. Здесь буду говорить откровенно. 30-27. Как же, на этом я его сегодня показал. 29-28. Двое других склонились в пользу Бактыгуль. Да, Дидар вернулся я к тебе. Честно, был удивлен. Я был уверен, что Диришо Думарова одержало победу. Если смотреть про Unified Rules, то, конечно же, в первую очередь считается урон. Диришо Дидар действительно на Найзае очень много. Но, опять же, я почему не разочарован в решении? Потому что Бактыгуль, она показала дух. Вот реально то, чего мне во многих боях не хватает. Но, интересно было бы посмотреть какой-то разбор решения судей. От тех, кто и самых судей, от какой-то независимой комиссии. Радостный такой посмотрел, но не понял, почему такое решение.